МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как известно, при отказе от животной пищи организму начинают резко не хватать белка и кальция, в то время как углеводы поступают в избытки. Что делать? Искать грамотные замены, но не только. И на этот вопрос можно смотреть шире. Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько советов насчет вдумчивого подхода к необходимой или желательной пищевой умеренности уже сейчас, иными словами, о том, как правильно питаться. В пост поговорим. Для начала, собственно, о белках, где их искать. Не забудем, что бобовые и соевый белок по аминокислотному составу близки к животному. А посему фасоли, нут, горох, тофу плюс орехи это и есть полный белковый порядок. Далее каша и салаты. Для их пользы стоит приправлять семечками или орехами. В пределах разумного, конечно, калорийны. Но, скажем, семена льна, отличный источник полиненасыщенных жирных кислот и разнообразие вкуса. Сладости меняем на сухофрукты и мед. Пьем побольше жидкости, до 2 литров в день. Рекомендуют, но это еще надо постараться. Самые разнообразные отвары, чаи, морсы. Супов вот разных побольше. И, кстати, о супах. И в них можно найти баланс необходимого количества жидкости, полезных веществ и белка. К примеру, сегодня мы готовим суп с кокосовым молоком. Очень интересный продукт с ярко выраженным вкусом, плюс в чистом виде приблизительно в половине 400-граммовой баночки. Это стандартная фасовка продукта. Содержится 5 граммов белка, 11% дневной нормы витамина С, 22% магния и железа, 18% дневной нормы калия и 21% селена. Получается, процентов на 20, здоровье добавится точно. К тому же в кокосовом молоке содержится так называемая лауриновая кислота. Она помогает контролировать чувство голода, способствует снижению тем самым аппетита, но и выработке энергии. Наш суп, таким образом, для активных людей, которые хотят стать немножко худей. Получается так. Морковно-имбирный суп. Лук, сельдерей, морковь нарезать, обжарить на оливковом масле в кастрюльке с толстым дном. Потом залить водой, добавить ломтик хлеба, разорванный на маленькие кусочки. Тушить под крышкой, пока овощи не станут мягкими, минут 20. Разбить в блендере, добавить кокосовое молоко, вернуть на огонь, довести до кипения, добавить имбирь, подавать с зеленым луком. Приятного аппетита и творчества в буквальном смысле этого слова. Постные супы как раз такое направление кулинарной мысли. Есть где развернуться. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!